Здравствуйте, дорогие уважаемые зрители! Вы на канале Анастасии Казачок. И сегодня Анастасия готова рассказать вам все тайны рун, объяснить, почему рунами нужно пользоваться с уважением и особой осторожностью, а также расскажет, в чем секрет рун и почему эта традиция является очень древной. Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте, Любовь! Рады приветствовать вас на вашем канале с открытием вашего канала. Спасибо, взаимно! Я знаю, что вы работаете с рунами, но это действительно в магии, наверное, если правильно будет употреблять термин магия, мы, кстати, об этом отдельно поговорим в передаче, это, наверное, ювелирное искусство, потому что оно древнее, оно требует уважений, и тут вы общаетесь с высшими силами. Расскажите, что такое руны, откуда вообще они появились? Любовь. Проблема наших людей заключается в том, что к рунам действительно относятся очень поверхностно и до конца не вникают в их суть и в ту силу, которую они могут принести в жизнь обычного человека. Руны, на самом деле, это старая германская письменность. Эта письменность потом перешла в скандинавские страны, и там была уже начиная с XVII века. Начертание рун всегда предполагает только две линии – это вертикальная и диагональная линия. Никогда в рунах вы не увидите горизонтальных линий. Это говорит о том, что энергия в руне течет сверху вниз и по диагонали. Очень важна транскрипция. Проблема наших людей заключается в том, что они видят руну и начинают сразу пользоваться. Они начинают изображать татуировки на теле в виде рун. Люди начинают чертить фломастерами на руке. И досконально, не изучив каждую руну, я бы советовала не просто каждую руну изучить, а изучать скандинавскую мифологию. Откуда это взялось? Кто такой Один? Почему есть три норны, которые плетут нить судьбы? Урт, Скальди и Вивальди. Почему нужно с ними советоваться, прежде чем нарисовать каждую руну? Дело в том, что у любой руны есть основное значение, к которому мы привыкли, которое пишется в книгах. Есть теневая, теневая сторона. И вот на эту теневую сторону почему-то никто не обращает внимания. И даже позитивная руна, которая написана, например, в абсолютно правильном положении, даже та же Гебу, которая даже просто не бывает никогда перевернутого значения, потому что как ее ни крути, она остается одна и та же. У нее есть теневая сторона. И вот эти теневые стороны люди должны знать и понимать, согласны ли вы, составляя руны став или руны скрипт, на вот эту теневую сторону руны. А что такое руны став или руны скрипт? Что такое руны скрипт? Это изображение из трех рун. Я не советую... Это как предложение в тексте? Это как предложение в тексте. Это называется руническая магия, когда вы хотите усилить или спровоцировать какое-то действие в вашей жизни. И вы пишете руны. Первая руна – это всегда ваш посыл. Вторая руна – это обычно, что нужно для этого сделать. И третья – это ваш итог, который вы хотите получить. Больше трех рун я бы не советовала ставить, потому что это, знаете, это как блюдо в кулинарии. Если мало ингредиентов, испортить блюдо или получить какой-то неправильный результат, у вас практически нет шансов. Но если блюдо состоит из большого количества ингредиентов, есть возможность немножко напортачить. То же самое с рунами. Ни в коем случае нельзя делать новичкам большие руны-скрипты, 5-7 рун, потому что взаимодействие рун может быть совершенно не такое, как планирует человек. Я против руны ставов. Руны став – это когда начертываются руны, и одна руна наносится на другую, как бы дополняя ее. К сожалению, там есть скрытые формы рун, которые начинают прорисовываться. Значения которых человек может не учитывать, но именно они и проиграются лучше всего. С рунами лучше не шутить. На самом деле, это энергия, которая работает, потому что в этом символе кроется сама суть энергетического посыла. Недаром эта письменность, она была какое-то время письменностью. Потом она вступала в какие-то формы заклинаний, в какие-то формы оберегов. Почему на Западной Германии очень часто кто бывает, кто замечает, эти руны завуалированы в архитектуре, они завуалированы даже на каких-то кованых шикарных воротах. Они могут быть завуалированы на металлических люках, когда мы идем по асфальту. Поэтому пренебрегать рунами не стоит. Скажите, но это все-таки культура Скандинавии. А есть ли славянские руны? Есть ли вообще у нас что-то такое руническое? Славянские руны – это прототип скандинавских рун. Первые появились скандинавские руны. То есть славянские руны, да, они рабочие, но это уже, знаете, это как модификация более таких серьезных скандинавских рун. Нужно знать саму культуру Скандинавии. Мне она очень нравится. Это одна из самых, мне кажется, интересных и древних, и рабочих культур. Там замечательные есть легенды. И вот понимать каждую руну нужно через определенную легенду. Говорят, что руны должны быть сделаны мастером. Это правда, что каждый мастер делает руны своими руками для себя? Или все-таки можно обратиться к мастеру, который делает руны и купить эти руны? В идеале сделать самому. Причем я видела огромное количество рун, но самое лучшее – это все-таки на дереве. Руны. Для дерева лучше подобрать... Да. Для дерева лучше подобрать ясень. То есть в идеале ясень, потому что это символика этого дерева – игросиль. Мировое дерево – это огромный ясень, который соединял верхний мир и нижний мир. Как у нас дуб считается, только там ясень. Да, только там ясень. Это дерево, оно огромное, соединяло два мира. И на этом дереве висел за ногу подвешенный Один. То есть прослеживается в культуре, знаете, такой вот момент переноса. То есть в православии – это распятый Иисус Христос, в скандинавской мифологии – это Один. Он провисел 40 дней, 40 ночей. И когда он сошел с этого дерева, это как карта повешенной в колоде Таро, ему явились руны. То есть и он это знание понес к людям. То есть подразумевается, что человек умер на этом дереве, возродился и понес эти знания людям. Я вас правильно поняла? Руны – это некая магическая письменность, с помощью которой мы общаемся с высшими силами. Да, это абсолютно магическая письменность, с которой мы можем какие-то события в нашей жизни ускорить, какие-то события, ну скажем, нивелировать. Скажите, как правильно вы работаете с рунами? Для чего вы работаете с рунами? Это как работа с картами, либо это определенное моделирование ситуации и будущей ситуации? Руны, по сути, многофункциональны. И на рунах могут быть предсказательные техники, предсказательные практики. Когда ты задаешь вопрос, достаешь руну и смотришь значение. В том числе руны могут использоваться в виде амулета. Ношение рун может помогать в решении каких-то вопросов вам. Ну и, соответственно, моделирование ситуации в том числе. Я знаю, очень популярна культура тату. И сейчас очень многие зрители, наверняка, которые нас смотрят, знают людей, которые делали татуировки с рунами. В принципе, чем грозит вот это нанесение татуировки с рунами? И, кстати, вот китайская культура, тоже иероглифы. Для меня это вообще непонятно, потому что... Ну ты не знаешь вообще культуры Востока, а там тоже все очень тонко, там своя магия. Почему нельзя наносить руну на тело и чем это может грозить? Я вообще не советовала бы делать татуировки с рунами. Дело в том, что мы можем не заметить этого, и руна в какой-то момент будет у вас в перевернутом значении. Скажем, если нанести руну вот на предплечье, да, вы поднимаете руку, вы опускаете руку, вы не замечаете, и руна в какой-то момент времени у вас в прямом значении, в каком-то перевернутом. Первое. Второе. Руна имеет всегда теневое значение. Та же руна Кану, которую все любят, которая обозначает страсть, поток чувств, первую влюбленность, она может привести элементарно к пожарам. Об этом нужно понимать. Руна Лагус, которую мы все любим, для того, чтобы начать спокойно какое-то дело, она может привести банально к проблемам с сантехникой в Дону. У вас может быть потоп. Руна Хагалас, она хорошо убирает порчу, негатив с человека, я ее очень люблю, но когда мы ее долго носим, она благополучно начинает разрушать все остальные сферы вашей жизни. То есть все должно быть дозировано. Руна – это не тот инструмент, который нужно носить на себе и как бы всегда. Однажды действие этой руны закончится, и она начнет вам вредить. Я знаю, что когда вы работаете с рунами, вы рассказывали, что вы просите разрешения у норн. Почему вы это делаете? Есть такая легенда очень красивая, что есть три норны, которые сидят возле этого же Ясеня и Гросиль, и они плетут нить человеческой судьбы. Прошлое, настоящее и будущее. Все эти три норны – это три сестры, которые друг с другом советуются, как правильно поступить, как правильно выткать ковер судьбы для этого человека. Одна норна, она плетет, вторая разрезает. То есть можно что-то исправить в жизни человека. Вот это тот коридор выбора, который может использовать человек, принимая какое-то решение. И прежде чем вы вмешиваетесь в свою судьбу, либо в судьбу клиента, изготавливая для него руны скрипты, которые могут повлиять на его жизнь, нужно мысленно помедитировать и хотя бы дать запрос, не изменит ли это судьбу человека настолько, чтобы полностью изменить какой-то божественный ход в его судьбе. Поэтому три норны, вот что-то они могут изменить, подкорректировать в вашем ковре судьбы. Но есть вещи, которые никогда вам не дано получить. Или никогда не суждено исполниться. Поэтому использовать руны для таких, ну скажем, просьб нежелательно. Если человек хочет изучить руны и начинать работать с рунами, как вообще понять, что руны это твое? С чего начинать? Вот как вы поняли, что руны это ваша техника, вам она подходит? Я бы для начала посоветовала изучить скандинавскую мифологию и почувствовать, откликается ли вам сама мифология. Нравится ли вам культура скандинавских народов, северная традиция? Близка ли она вам? Потому что она достаточно непростая. Там есть Тор, там есть Локи, у которого свой характер, у Тора свой характер, у Одина, который имеет двух воронов, с которыми он советуется. Это достаточно жесткая традиция. То есть это непростая культура. Это культура, которая требует от вас дисциплины, подготовки, правильного мышления, точности движений. Знаете, то есть там нет места баловству какому-то. То есть там нет вот этой феечности. То есть там четкие принятия решений, четкая позиция и четкая, в общем-то, оплата этого труда. Поэтому, если вам не заходит, в принципе, мифология скандинавских народов, я думаю, что руна это просто не ваша. Что второй этап? Ну, на втором этапе я бы все-таки прочла литературу. Мне, например, отвлекается очень Олег Синько. Книги хорошие, есть в доступе, никаких нет проблем с литературой, с языком. Нет вот этого, знаете, вот феечного налета, какой-то такой вот мистики, которая, знаете, она, на принципе, лишняя в рунах. Руны достаточно конкретны по своей сути и это как любой инструмент. Вот они мне чем-то по инструменту напоминают скальпель хирурга. Скажите, многие зрители, наверняка, ну, сто процентов, даже я была на таких сайтах, там гадания онлайн. И там есть гадания на Таро, гадания на рунах. Почему нельзя или наоборот можно гадать онлайн? Насколько правдивы эти гадания и какая цена за такое предсказание? Я думаю, что это не особо можно назвать гаданием, это скорее баловство, потому что в любом случае человек сам должен достать свою руну с мешочка, он должен сам ее почувствовать и положить. И от того, как он ее положит, обратите внимание, руны имеют в общем-то достаточно правильную форму и вы не чувствуете, когда достаете руну, она ляжет в прямом положении или в перевернутом. Человек должен каждый индивидуально думать о своем каком-то насущном вопросе, когда он это делает, либо это делает мастер. Мастер в рунологии называется Эриль. Эриль это мастер, который имеет посвящение работы с рунами. Учиться рунному мастерству все-таки лучше у Эриля. Если вы не готовы пока, вы можете без проблем заняться самообучением, но в любом случае вот эти вот гадания онлайн, оно более такое, знаете, имеет публицистический характер. Ну не может одна руна в интернете и в прогнозе дать ответ людям на их все вопросы и разным людям. Кому-то она откликнется, кому-то нет, но я думаю, что это не больше, чем совпадение. Вы говорили, что у работы с рунами тоже есть своя цена. Какая это цена? Всегда, если руны дают какой-то совет, не нужно переспрашивать, не нужно задавать этот вопрос 24 раза, пока вы не получите тот ответ, который вы хотите. Если вы используете магию рун, вы должны оставить откуп. Откупом служит пиво, потому что у скандинавских народов это их национальный напиток. И вы обязательно должны понимать, вот то, что мы начали разговор, эту теневую сторону, готовы ли вы пожертвовать вот этой теневой стороной. Поэтому желательно досконально, не торопиться, досконально изучать каждую руну. Школ огромное количество. Реальные знания дают единицы, но самые лучшие знания это те, которые человек получит в ходе самостоятельной практики. Как та или другая руна откликнется. Вот, например, девушки очень любят руну гебу, которая обозначает партнерские отношения. И, значит, у нас везде эта руна геба присутствует. Они не понимают сути партнерских отношений, потому что сама руна геба как раз-таки подразумевает фразу «обратный дар». Ты мне, я тебе. Ровно столько, сколько ты мне, ровно столько я и отдам тебе. Это взаимообмен. И когда девушка знакомится потом благодаря этой руне с человеком, у них начинаются отношения, она крайне удивлена. Почему же ей приходится вкладывать энергию в семейные отношения? Почему ей тоже нужно работать? Почему ее принц на белом коне не обеспечивает ее всем, чем она хотелось бы? Потому что четкое указание руна геба это партнерские отношения. Партнерские от слова взаимодополняющие отношения. Здесь не нужно ожидать небесной манны. Придет в жизнь человек, который, да, будет вам соответствовать, но вы должны тоже будете им много что отдать. Какие ошибки категорически нельзя делать, работая с рунами или начиная работать с рунами? На чем чаще всего погорают новички? На транскрипции, на правильном написании руны. Их нужно правильно уметь чертить, потому что каждый момент неправильного наклона одной линии может привести к тому, что руна либо в лучшем случае просто не будет работать, это лучший вариант, в худшем случае она будет работать искаженно. Это уместно по поводу руны Савелло. Если вы знаете, вот свастика, фашистский крест. Вот Гитлер, он же был знаменитым оккультистом, и он взял руну Савелло в свою свастику. Это две перекрещенные... славянский символ взял. Нет, на самом деле, это руна? Нет, это руна Савелло, это старогерманский символ. И две руны он поставил, и он, в общем-то, сделал не очень правильно, потому что они получили как бы обратный ход событий, обратное значение. Была неправильно нарисована транскрипция самого знака. Как он так мог совершить такую ошибку? Я думаю, что это, возможно, даже была какая-то, знаете, случайность, потому что там только, когда всматриваешься в этот символ, ты понимаешь, что он нарисован неправильно. Поэтому до какого-то момента для него работал этот символ. Но как только он переступил на наши земли, соответственно, неправильный символ начал перекликаться с нашей славянской руной, которая, в общем-то, получилась, что правильно изображена на его знаке. И она начала работать на нас, а не на него. И поэтому именно приступая к нашей земле, все и закончилось для него. Какие самые страшные ошибки допускают мастера, работая с рунами? Вот топ ошибок, которых нельзя делать, вот никогда, вот это вот лучше не рисковать. Дело в том, что это в целом работа с людьми, она накладывает отпечаток. Вот ты человеку, например, говоришь, что носить эту руну там недолго, не надо ее долго носить, да, тоже Хагалас, тоже Иса. Человек ее на себе чертит и носит ее долго. Руна начинает работать бесконтрольно. То есть мы получили результат, но вы почему-то решили, что вам мало, и вы решили этот результат усилить продолжительным ношением этой руны. Не стоит, это как гомеопатия, то есть всего по чуть-чуть. Если вы чувствуете, что руна начинает уже работать как-то не так, неправильно, ее нужно убрать, стереть с тела, не носить на себе. Все очень любят руну феху, которая обозначает приток денег, полный приток денег, но теневое значение у руны феху это большие траты. Как пришло, так и ушло. Да, как пришло, так и ушло. Это будет, знаете, как денежный трубопровод. В одну руку вы взяли, в другую отдали. У вас повысятся траты, вы захотите покупать дорогие вещи. То есть, да, у вас будут деньги на это, но вы их не сможете скопить. Тогда этот руны став, руны скрипт нужно усилить другой руны, которая как раз-таки говорит о цикличности. Например, та же руна Ера поможет вам циклично зарабатывать эти деньги и, возможно, руна Ингус позволит их даже скопить и приобрести что-то, что более для вас, ну, скажем, значимо, скажем, недвижимость, например. С какими вопросами нужно и как правильно нужно обращаться к мастеру, который работает с рунами, потому что люди приходят разные на консультацию и, ну, 90% вообще понятия не имеют, как себя вести на приеме, наверное, даже 99%. Как правильно прийти к мастеру? К мастеру, который работает с рунами, нужно приходить, держа в голове глагол «что делать» или «что мне нужно сделать, чтобы получить». Руны не дают событийный пласт. Они могут охарактеризовать ситуацию, показать отношения человека, но они не скажут, что будет. Это прогностика, это не для рун. Для рун нужно задавать вопрос, что я должен сделать, чтобы получить, какие качества я должен в себе развить, чтобы этого добиться, что я должен сделать, чтобы это случилось в моей жизни. То есть человек должен быть готов к работе над собой в первую очередь. Поэтому и не всем подходит скандинавская культура, скандинавская мифология. Это большой труд работы над собой. Спасибо вам большое. Анастасия, дорогие уважаемые зрители, если у вас есть вопрос к Анастасии Казачок по поводу работы с рунами, как правильно выбрать мастера. Пожалуйста, обращайтесь, пишите в комментариях, заходите в сообщество канала, там периодически будут размещаться интересные опросы, интересные темы, интересные статьи. Я думаю, стоит обратить на это свое внимание. Подписывайтесь на канал Анастасии, будем рады видеть вас на этом канале. Ставьте лайки и, конечно, в описании есть контакт Анастасии, вы можете ей написать либо позвонить. Большое вам спасибо, Анастасия, дорогие зрители. На этом у нас все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok